всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я вам хочу показать видео как сохранить блок вместе с шаблонами чтобы можно было его потом дальнейшем шить показывать буду в программе electric wild версия 5 8 мини версии это функция недоступна доступна только в полной версии давайте приступим я запустила программу мне программа выдает либо создать новый проект либо открыть существующие буду показывать на существующем проекте уже наши блоки моем проекте в скетчбуке есть два вида блоков геометрический и с аппликациями покажу сначала на геометрическом блоке открывая нажимая едет сейчас он у меня без цвета прихожу во вкладку color он у меня уже в цвете того чтобы распечатать этот блок вместе с шаблонами и нужным нам размером нам нужно слева в меню нажать print меню здесь есть четыре вида печати давайте начнем по порядку первый вид печати это блок обычный блок в этом поле мы можем задать размер нашего будущего блока например я поставлю 15 на 15 сантиметров далее у нас есть четыре типа печати первый это у нас идет просто эскиз если посмотреть превью нажать то он у нас идет виде обычного эскиза второй стиль у нас идет эскиз по швам смотрите как идут швы так он и так он и распечатается третье у нас идет с использованием аппликации здесь он в данном случае не сможет распечатать в виде аппликации а распечатает только в в основном эскизе как основной эскиз потому что аппликации в этом блоке нет и с заливкой цвета таким вот образом дальше есть вкладка options тут можно поставить название блока если вы хотите как можно больше вместилась блоков на одном листе можно нажать эту галочку вот видите если мы нажимаем preview тут он помещается только один блок также page setup вы настраиваете свой принтер здесь фонд это шрифты настройка шрифтов при печати и нажимаете print print вам выдает предлагает сохранить файл в pdf мы этого делать сейчас не будем я уже потом покажу конечном итоге как это можно будет сделать это первый вид печати давайте посмотрим второй вид печати foundation pattern это печать если вы хотите шить этот блок по бумаге то есть именно идет шитье по бумаге во первых всплывает окно с тремя вкладками во в первой вкладке есть название всех наших деталей на этом блоке если хотите изменить название деталей то вам нужно будет нажать change numbers и уже самим выбирать как называть эти те или иные детали далее sections это разделение по секции мы сейчас видим программа автоматически задала нам пошив этого блока по секциям таким вот образом центральная часть у нас идет вот таким такой деталью потом два треугольника потом полоска и потом и вот эти две полоски для того чтобы изменить их нужно будет нажать на старт и вы выбрать уже как вы хотите сами шить этот блок для того чтобы изменить наши секции нам нужно нажать старт over и выделить те детали которые вы хотите сшить например я выделяю хочу центральную часть сделать одной деталью нажимая групп потом вот эти детали группируем все и я этот блок разделила на пять секций получается центральный квадрат две боковых детали и еще две боковых детали и посмотреть то у меня программа выдаст таким вот образом как я разделила этот блок на секции дальше нам надо зайти во вкладку options задаем размер блока например 15 на 15 сантиметров здесь мы задаем ширину припуска он задает 0 25 лет так как это в дюймах но нам надо например припуск будет у меня 7 миллиметров так же можно здесь сделать печать деталей поместить детали можно больше над на один лист например здесь галочка это если надо в зеркальном отражении сшить блок сюда галочку поставим также можно настроить настройки печати настроить шрифт если посмотреть превью нажать то он видите предлагает вот таким вот образом распечатать наш блок вот это у нас линии идет поля соответственно вот эти две детали нужно будет каким-то образом ну то есть совместить обышить этот блок это еще один вид печати третий вид печати у нас идет именно разбивка блока по шаблонам всплывает такое окно здесь можно также задать размер блока например 15 на 15 сантиметров задаем припуск 7 миллиметров настраиваем шрифт настраиваем печать и смотрим превью видите наш блок есть изначальный эскиз блока указан размер блока и есть все детали которые необходимы для пошива этого блока только тут не указано количество деталей поэтому тут надо будет самим самостоятельно считать детали таким вот образом это третий вид печати блока и четвертый вид ротари катинг это тоже мы задаем размер блока 15 на 15 здесь задаем припуск это у нас печать именно если мы будем кроить из полос например если у вас ткани с определенным рисунком там надо выбрать именно тот рисунок в определенной детали точно также есть стандартные настройки превью если посмотреть он нам предлагает наш блок также на нашем блоке указаны все детали которые нам понадобятся дальше указаны ткани со своими названиями то есть у каждой ткани есть свое обозначение и сколько деталей надо выкроить из этой ткани вот здесь указаны и здесь указано размер то ширина и длина данном случае здесь указывается как будто в дюймах шьем но это сантиметры пример 4 сантиметра и 9 миллиметров так как эта программа предназначена все-таки работать в дюймах соответственно обозначение идут практически также как и в дюймах вот для того чтобы вывести на печать давайте допустим я выберу как шаблоны я нажимаю print он мне выдает то что будет сохранено в pdf всплывает окно я допустим в беру выбираю в нужную папку сохраняя этот документ сейчас у меня программа откроет если мы сделаем сто процентов pdf формате он у меня откроет наш будущий блок вместе с шаблонами теперь давайте рассмотрим пошив другого блока я открываю скетчбук у меня тут есть блок с аппликациями такой вот блок с аппликациями для того чтобы их распечатать нужно точно также есть четыре вида печати здесь просто схема например но тут уже лучше выбрать с аппликацией ведь он вы выдает размер дальше фандейшн паттерн он не выдаст этого потому что хотя скорее всего может быть и выдаст автоматически он просто этого не дает сделать так вот так и вот так все я его разделила на секции если посмотреть сейчас превью сделать то мне вот видите выдает но тут расположение блоков какой-то очень странные шаблонов в третьем у нас идет видео печать по шаблонам вот в шаблонах он как раз таки выдает так как нам это нужно шитье по шаблонам точно также есть блок с названием с обозначением каждой детали и есть шаблон для каждой детали так и последний ротает катинг тоже протей кто точно так же идет обозначение количество деталей количество воронок а размер каждой детали сколько нужно и как нужно кроить сколько градусов там например тоже все это выдает точно также можно нажать print он выдает таким вот образом выдает формате pdf то как нужно выкраивать этот блок если у вас есть какой-то квилт например у меня сейчас здесь никаких квилтов нету поэтому давайте я открою другой проект например пусть будет у меня моя джейн нету квилт есть и вот я хочу распечатать вот этот блок например первый блок я его выделяю нажимаю принтер и мне нужно именно по шаблонам задаю размер тут например 12 на 12 сантиметров припуск ну пусть будет 6 миллиметров беру нажимаю просмотреть и он мне программа выдает размер название каждой детали и шаблон для того чтобы распечатать как раз таки нужно нажать принтер сохранить и он опять же в pdf формате выдаст нам печать нашего блока вот таким вот образом на этом урок наш закончился я буду рада услышать все ваши комментарии пожелания и подписывайтесь на мой канал буду очень благодарна всем пока пока